Вот мы с вами, друзья, внутри Синдереллы. Тут у нас действительно кафетерий. Действительно много-много-много всяких симпатичных. Девушка, это вы сами выпекаете или это ваша продукция? У вас уже больше нет такого, чтобы люди обедали. Было время? Нет, там были когда-то борщи. У нас, пожалуйста, меню, у нас есть все супы, то есть троганые в кремене. А-а-а, ну как. Ну давайте посмотрим. Шикарно. И вот эти финтиплюшечки тоже сами? Да. Отечественники в Америке живут. Да, очень. А вас как зовут? Меня зовут Татьяна. Такая симпатичная. А вы откуда? От всего. Я с Казахстана. Откуда? В Чемкенте. О как, хорошо. Да, такой южный город, потрясающий город. Но здесь тоже не менее потрясающее место наше Синдерелла, где очень вкусно все готовят. Мы рады всех видеть. А вы сами это все кушаете тоже? А как же? А не боитесь, что вот поправиться можно? Вот я бы с ужасом... Абсолютно продукты очень хорошие используются. Так что это очень полезно. Вы еще молодые просто. А я вот смотрю на каждую думаю, это лишний паунд, это два. Нет, 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 это все нормально. Ну что ж, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ой, это наш кофе уже? Да, наш кофе. Все, спасибо. И чай. Вы видите Светлану, в которой чай, кусочку льда мы попросили, чтобы не такой горячий был. Это мой эклерчик. А вот Светлана взяла пирожная картошка. С ожиданием, с ожиданием ностальгически. Она с тех пор, как мы покинули Отечество, она пытается найти пирожная картошка. Один раз в Париж наткнулись, но потеряли место и не смогли найти второй раз его. Вот было хорошее. Ну сейчас попробуешь, скажешь. Вот, пойду себе тоже. К нам подошла девушка Ольга, которая смотрит наш канал. Ольга работает в Синдерелле. Как вы попали в кафе-то? В Америку мы попали полгода назад и мои знакомые сказали, что здесь нужны работники. Но перед тем, как приехать в Америку, я очень долго думала об этом и смотрела ваши видео, смотрела все интервью. Откуда, Валенька? Я из Белоруссии и Светлогорска. Это где? Это Гомельская область. Давайте я покажу лейблочку на вашей кофточке сейчас. Давайте. Так ее наведу, 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 наведу. Не подумайте плохого. Синдерелла. Да, Синдерелла. То есть у вас фирменная одежонка? Обязательно, она сейчас в Партушке. Вот здесь у вас девчонки такие. Девчонки, да. У вас весело, да? Да, у нас очень весело, у нас очень интернациональная команда. Так, а в чем интернациональность? Из Белоруссии, из Казахстана, из Узбекистана, с России. Ну, ребятам-то скажите, которые вас смотрят. Обязательно, я скажу, конечно. Давайте. Да, обязательно. Что сказать? Скажите. Ну, вот, вы смотрели раньше с той стороны экрана. Да, раньше с той стороны смотрела, смотрела много очень интервью, отслеживала, смотрела. И никогда не думала, что вообще могу с вами встретиться и даже передать привет Белоруссии и всем, кто смотрит. Да, не нужно бояться, нужно ехать, нужно пробовать. Хороший шанс. А вы как? Знаете, как девушка попала? Это не секрет. Как девушка попала? Девушка выиграла грин-карту. Это очень хорошо попало. Да, девушка очень долго думала об этом. И когда думала, смотрела видео, слушала людей, которые приехали. И были тоже моменты. Белорусы приезжали, родились с впечатлениями. Я скажу, что очень помогло. Да, первое впечатление людей, как менялось. Я сама сейчас с вами понимаю, что здесь меняется все. Так вы по-английски разговорились? Да, начала. Так, подождите, а вы сами по себе приехали? Или вы идея на этом? Я приехала с мужем сюда. Мы вместе приехали 7 месяцев назад, в октябре. Так, подождите, вы сказали 2 года. Я 2 года назад выиграла грин-карту. Но я до последнего момента тянула время отъезда сюда, потому что было очень много сомнений. Переживаний. Но ничего в итоге? Да, хорошо. А муж что делает? Муж работает водителем сейчас в мувинговой компании. Мы учимся, ходим в колледж, у нас много работы. И сейчас, буквально завтра мы летим Беларусь на 2 недели, чтобы поедать близких. Так вы знаете что? Давайте мы вас с мужем возьмем. Так, сядем где-нибудь. И вы такой серьезный интервью сделаете на полчаса, на часик. Можем, я думаю, что да. А когда мы приедем, конечно. Все, вы знаете как меня найти? Думаю, да. Ладно, я вообще телефон на всякий телефон отдам. Все, тогда помашем ручкой нашим зрителям. Спасибо. Одним образом, друзья, тезис, который я часто провожу такой, можно сказать, из мистицизма, говоря о том, что чем больше ты отдашь в мир добра всякого, тем больше тебе добра в какой-то форме придет. И вот я хочу сказать, мы отдавали в виде наших видео добро, которое повлияло на девушку Аню. И она, значит, с легким сердцем приехала в Америку, тоже тут живет 7 месяцев. И вдруг девушка Аня привозит, приносит нам вот этот кроссант. Кроссант, они это называют кроссант. Да, Света, спасибо. О, тут даже намного интереснее с этой стороны. Вот этот кроссант, и говорит, попробуйте, это как бы, можно сказать, от хауза нам перепало. И это очень трогательно. Так что, друзья, делайте много добрых видео, вас будут узнавать в местах общественного питания. И угощать вас кроссантами. Я хочу вам, друзья, показать вам, насколько все свежее. Вот прямо раз, с окошечкой там, видите, люди выпекают. Вот уже там бейкеры. Вот у нас сегодня Ольга делает тур. Да, здесь мы делаем пельмени. Мы не смутим никого? Нет, я думаю, что нет, здесь много фотографий. Нет, у тебя не хотят снимать. Нет, вы можете посмотреть. В общем, они пельмени лепят. Да, нас здесь стесняются. Да. А здесь мы делаем штрудель. Рулеты такие делают, штрудель. Можно показывать? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда сами? Из Таджикистана. А? Из Таджикистана. Хорошо. Штрудель такой. В Таджикистане тоже штрудель делают? Нет. Наши вкусные супы. Так. А это наш главный повар, да, вот Юрий и Марина помощница его. Это кастрюльки для супов. Кастрюльки для супов. Слушайте, какой у вас самый ударный суп? Борщ. Конечно. Если вы, допустим, в гости приехали, а мы их раз сюда. Да. Борщ, пожалуйста. Борщ. Конечно. А вы делаете котлетки по киевски? Конечно. Котлетки по киевски. Так. А что-нибудь такое, чтобы прям плакать захотелось? Что еще вот у вас есть? Что плакать захотелось? Да, от счастья. От радости. Все вкусное, да. Это будет овсянка. Овсянка, да. Хорошо. Купчики. Ну что, ребят, я тогда ориентирую, мне неудобно что-то за вторжение. Хорошо. Вот. Но просто, я думаю, что чем больше народу узнают, что такое место есть. Конечно. Очень хорошее место. А кафе работает с 1953 года. Послушайте, а когда во времени открыть? У вас есть выходные? Нет, выходных у нас нет с 7 до 7 каждый день. С 7 утра? Да, с 7 утра до 7 вечера каждый день. То есть люди идут на работу и там кофейку берут, да? Да, да. А во вторник, в четверг, в субботу мы печем хлеб. А воскресенье печем хлеб. Вторник, четверг, субботу. И воскресенье, да. И здесь же его и продаете? Да, и мы здесь же его печем, разделываем и продаем. Скажите так, если кто-то хочет хлеба, по сколько нужно подойти? Вторник, четверг и вы сказали когда? В воскресенье весь день можно подходить, вторник и четверг во второй половине дня. Ну скажем, после двух. Да, подойдет. И будет свежий хлеб прямо из печи? Да, из печи. Прямо вот из этой печи. Вот из этой печи? Ой-ой-ой. В общем, да, я чувствую, что придется мне приехать. Ну ладно. Конечно, нужно попробовать борщ обязательно. А на веб-сайте у вас там как бы вы... У нас есть сайт. Да, там можно даже заказ делать. Современная информация идет? Современная информация, да. То есть там все как положено. С ценами, да. А наружку надо будет. Ладно, отлично. Значит, Оленька, делаем ручкой. До свидания. До свидания. На углу тоже с русским названием. Катяс. Это по-моему ресторанчик такой русский. Мы как лохи, Света, приезжаем вот на Лексусе. А тут люди, смотри, зачем в русскую бейкере-то. Вот. Ну это спортивный автомобиль, он быстро ездит. Потому что схватил, схватил и быстро домой, чтобы скушать.